У вас там баллы были, да, в прошлый раз? Ну, вот и сейчас будут. Вот, будет, наверное, так, что 40 баллов будет за задания и семинары. Вот, их Михаил Геннадьевич сам поделит с вами как надо. Вот, 30 баллов будет коллоквиум в середине. Там будет три вопроса, соответственно. Вот, ну и 30 баллов будет в конце экзамен. Тоже будет три вопроса. Вот, значит... В прошлый раз мы делали 60 баллов тройка. Вот, ну, я думаю, так мы и оставим. Вот, то есть вы можете никуда не ходить, прийти к коллоквиуму на экзамен и все сзади. Вот. Простите. Можете ходить. Вот. Все для вас. Ну, сегодня такая математическая лекция будет. Вспомним теорию групп. Ну, что, начнем, что ли? Хорошо. Значит, предмет нашей теории сильных взаимодействий. Вот. Начнем мы его с воспоминаний о теории групп. Еще, я должен сказать, я забыл одну вещь. Я уеду на следующей неделе. Соответственно, у вас будет сейчас вот лекция, потом семинар. И на следующей неделе будет два семинара, а через неделю, соответственно, две лекции. Вот, когда я приеду. Сейчас я расскажу про группу СУ-3, группы СУ-Н. И на семинаре вы изучите кварковые модели, расколассифицируете адроны по этим группам, по представлениям группы СУ-3, СУ-2. Когда я приеду, мы пойдем дальше уже изучать КХД. Итак, то, что нам будет нужно. Группа СУ-Н. Группа СУ-Н. Значит, первое, что? Значит, это диабелева группа, да? То есть, ее элементы не коммутируют, да? Значит, хорошо, можно. Значит, дальше. Как мы определяем эту группу? Ну, это группа матриц неких, да? Собственно, определяющее представление или фундаментальное представление – это, собственно, вот эти вот матрицы. N на N, да? То есть, У – некая матрица. Это фундаментальное представление. Это матрица N на N. Комплексная матрица. Вот. Какими свойствами она обладает? Вернее, на что она, собственно, действует? Вот у нас будут некие столбцы. Пси-ИТ, Пси-1 и так далее. Пси-Н, вот такие столбцы, на которые вот эта матрица У будет действовать, да? То есть, Пси-3, то У на Пси. Соответственно, у нас N спиноров, то, что называется. Вот это контравариантные спиноры, у них индекс сверху. Здравствуйте. Это контравариантные спиноры, у них индекс сверху. Дальше. Представление, которое на них действует, фундаментальное представление. Мы можем взять и сделать эрмитовое сопряжение от этого выражения. У нас получится, что Пси-Крест, штрих, это Пси-Штрих, Си-Крест. Вот эти матрицы У-Крест, которые действуют на сопряженные, эрмитово-сопряженные спиноры, это у нас, соответственно, антифундаментальное представление. С какого права? Штрих лишний, да. Вот. Это, значит, у нас фундаментальное представление. Фундаментальное представление. Это антифундаментальное. Хорошо. Идем дальше. Вот это у нас столбец, соответственно, вот это у нас строка. И у них мы будем писать нижний индекс. Соответственно, вот тут вот можно сказать, что Пси-Штрих ИТ, это О, ИТ, ЖТ на Пси, ЖТ, да. То вот здесь, если я это назову как-нибудь там, пардон, ФИ равно ФИ на УКрест, у меня будет ФИ, ЖТ на УКрест, если я просто так буду писать, соответственно, КТ на УКрест. Какие-нибудь Пси ИТ, К, ЖТ, ЖП с большим количеством индексов верхних и нижних, которые будут преобразовываться ну, этими матрицами, как обычно. ФИ-Штрих Это Пси СТК И на верхние индексы я должен помножить У Как я писал. Значит И1 Тензор. Тензор. Дальше. Твердое. Что значит буква S и буква U? Что значит буква U? Унитарная матрица. Это означает, что бук крест равно чему? Замечательно. Соответственно, если я представлю ее в экспоненциальном виде, где в степени θ где-то некая матрица, то У крест это будет E в степени и θ. Не стоит вообще говоря, да? Вот. И если я хочу, чтобы у меня у крест было равно U минус первой, я отсюда сделаю вывод, что у меня θ действительно. Тет-это действительно, ну не тет-это действительно, а тет-это крест равно. Тет-это эрмикал. Тет-это крест равно Тет-это. Тет-это эрмитовая матрица, да? Т-это генераторы эрмитовы. Хорошо. Дальше. Здравствуйте. Т-это генераторы эрмитовы. Унитарность. Что означает буква S? Что? Замечательно. Что это означает? Очень хорошо. Значит, определитель между единицей. Вот. Соответственно. Вот эта формула у вас была на ММФ, да? Вот мы и активно воспользуемся. Соответственно, у нас получится E в степени трейс и θ. Тет-это. Вот. И это у нас равно единице. Отсюда у нас следует, что Тет-это бесследованно. Вот. То есть у нас генераторы нашей группы, они эрмитовые бесследованы. Так. Очень хорошо. Сколько их? Сколько таких матриц у нас есть? То есть размерность группы. Чему равна? Она равна N квадрат минус 1. Как это понять? Вот. Ровно отсюда. Значит, Тет-это у нас матрица N на N, да? Соответственно, вот она такая матрица. Причем она эрмитова. Соответственно, на диагонали стоят действительные числа. Их N. Вот. А то, что сверху от диагонали, то, что снизу от диагонали связано вот этим уравнением, поэтому считать нужно только с одной стороны. И тут у нас сколько их? Их мест всего N квадрат минус N. Это мы убрали диагональ. Поделили пополам. Это мы взяли только то, что сверху, да? А умножить на 2. Это мы учли, что эти числа комплексные, да? Вот. Получилось N квадрат. После чего мы вспомним, что у нас есть вот это условие, определитель равен нулю, ну или среду, да? Поэтому мы получим минус 1. Вот. Хорошо. Это размерность. Идем дальше. Инвариантный тензор. Какие есть у нас инвариантный тензор? Что такое инвариантный тензор? Это я беру вот такой тензор, преобразовываю его, и он переходит в себя. Вот эти два условия дают мне как раз мои инвариантные тензоры. Значит, понятно, что дельта и жизнь – инвариантный тензор, да? Потому что если я его сверну, значит, верхний индекс я буду сворачивать с U-матрицы, нижний индекс – с U-крест. U-крест равно 1, он инвариантный, да? Дальше у меня инвариантные тензоры И1, ИН, И1, ИН. Так, почему они инвариантные? Никто не знает. Правильно, определитель. Соответственно, если я напишу вот такую вот вещь, ЭПСИЛОН, И1, ИН и так далее, ИН на U, там, значит, А1, И1, ИН, КН, это у меня будет что? Это у меня будет ЭПСИЛОН, А1, КН на определитель уровень 1, поэтому, соответственно, это инвариантный тензор. Вот. Очень хорошо. Идем дальше. Да, вы спрашиваете, если что-то непонятно. Так. Сколько у нас генераторов в группе? Ну, в алгебре, да? Ответ написан на доске. Н квадрат минус 1. Н квадрат минус 1, правильно. То есть это размерность, сколько у нас мест для этого тета. Соответственно, какой у меня там пункт? Восьмой. РАНГ. СЛИН. Это у нас будет, что такое РАНГ? Ну, в данном случае это число генераторов, которые коммутируют. Вот. Их у нас можно построить, на самом деле, вот наша матрица, да? Тета. Так. У нее, соответственно, N квадрат минус 1 мест, в который мы можем поставить, ну, условную единичку. Из них на диагонали у нас N мест. Да? Причем, мы понимаем, что если мы возьмем, скажем, вот такую, там, если 1 минус 1, 0, да? Это будет некий генератор, он будет бесследовать как надо. Вот. И он будет коммутировать там, ну, вот 0, 0, да? Это вот с таким, 0, 0, 1 минус 1. Будут коммутировать они, да? Вот. Соответственно, ранг группы — это число коммутирующих генераторов, максимальное число в нашем случае. И оно у нас равно N минус 1. Вот. То есть у нас N свободных мест на диагонали, но у нас есть одно условие, что след должен быть равен нулю. Поэтому они все независимы. Вот. Хорошо. Есть теорема Рака, которая говорит, что ранг группы равен числу операторов Казимира. Соответственно, у нас 2 оператора Казимира. Я с Н минус 1, но в группе Су 3. В Су 3 — 2, В Су 2, соответственно, 1. Дальше мы сегодня все равно не пойдем, а это будет нам надо. Вот. Хорошо. Значит, что мы можем делать с тензорами? Нас интересовать будут неприводимые представления. Вот. И неприводимые представления для того, чтобы их строить, мы вот эти вот тензоры можем всячески упрощать. Каким образом мы можем их упрощать? Мы можем их сворачивать с инвариантными тензорами. Да? То есть, если у меня есть какой-то тензор вот такой, с К верхними индексами, по нижними индексами, да? Я могу свернуть его, скажем, с дельта и G, то есть взять след по каким-то индексам, у меня получится снова тензор, да? Замечательно. Я могу также свернуть его по любым индексам с эпсилон сверху, ну или с эпсилон снизу. У меня будет новый тензор. Соответственно, какой тензор у меня получится, если я из моего тензора вычту все следы и сделаю его, и симметризую его по всем верхним индексам, по всем нижним индексам. После того, как я это сделаю, дальнейшее упрощение будет невозможно с помощью тензора. И, соответственно, такие тензоры будут у меня образовывать базис неприводимых представлений. Вот. Симметризовать обязательно? Что? Симметризовать обязательно. Симметризовать обязательно, потому что если у вас есть антисимметричная часть, то вы его свернете с эпсилон, и у вас получится новый тензор. То есть, например, вот у вас есть тензор с двумя индексами верхними, да? Вы можете сказать, что это Пси-ежи плюс Пси-ежи, то, что называется, где-то полусумба полу-раза, да? Вот. Вот это уже будет неприводимая полусумба, симметричная часть. Антисимметричная часть Пси-ежи, на самом деле, вы можете сказать, что это некое, что она пропорциональна Эпсилон-ежи. Антисимметричное построение. Вот. То есть, это может быть что-нибудь типа Эпсилон-ежи на В-карате. Да? Вот. А так как этот тензор, он неприводимый тензор, то у вас вот эта штука, вот этот тензор с двумя индексами, будет преобразовываться так же, как тензор с одним нижним индексом. Таким образом, вы вот эту вот конструкцию упрощаете. Вот. Так, понятно, что я говорил? Ну, понятно. Это как бы долгая песня. Это будет понятно окончательно, я думаю, завтра на семинаре. Вот. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. Алгебра. Значит, алгебра. Вот это тета, я могу разложить как тета АТА. Сумма по индексу. Вот. А у меня меняется от одного до минус один. Это т, соответственно, генераторы нашей группы, да. Они у нас эрмитовый бесследовый. Стандартный выбор для группы, он такой, что след… Ну, вернее, коммутатор у нас, да. Т, АТВ. 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 Где это структурные константы. Они… Их всегда можно выбрать абсолютно антисимметричными по перестановкам всех индексов. Вот. И они… Ну, они табулированные. Вы их можете просто посмотреть в книжке. Это некие там… Один, два, корень из двух, там, вот такие числа. Вот. Да. Вот у нас есть это Т, Т. Да. Значит, Т – это матрицы, генераторы нашей группы. Так? Генераторы нашей группы. На алгебре задана операция коммутатор. Да? Коммутатор переводит… Ну, эта операция переводит коммутатор, соответственно, двух элементов алгебры в алгебру. Так? В этой алгебре есть базис Т. Мы по нему раскладываем результат. Коэффициенты разложения называются структурные константы. Вот. Они антисимметричны. Ну, по А и В это видно. По остальным, ну, их всегда можно построить, и их строят именно такими, что они антисимметричны. Значит… На них из определения алгебры есть тождества и коби. То есть, теклическая перестановка равна нулю. В абстрактном смысле это определение, ну, а в конкретном вы просто можете их раскрыть, убедиться. Вот. Это тождество и коби, да? Нормировка. Значит, нормировка стандартная такая, что след… Это, как бы… Это некое число 0,2,2. Вот. Ну, и нормировка 1,2. Это я начинаю сейчас переходить… Ну, это стандартная нормировка, но, в общем, для всех. Ну, дальше я буду говорить конкретно для группы СУ-3. Для группы СУ-3… А теперь группа СУ-3… Эти матрицы… Сколько их матриц Т в группе СУ-3? Сколько? Две. В общем, две-то. Восемь. Значит, Т, ну, один, два, три. Я вот так решу. Это вот такие матрицы. Ну, с него матрицы обычные, да? Один, два, три. Тут единички. Тут 0. Вот. Соответственно, Т4. Так. Одна, вторая. Т4. Это матрица. Т5. Так. Т6. Семь. Семь. Давай. Вот такие матрицы в группе СУ-3. Значит, что мы видим? Что у нас в группе СУ-3 есть, скажем, подгруппа СУ-2, да? Ну, потому что это генераторы группы СУ-2. Вот. Это такая вот подгруппа. Дальше у нас есть, на самом деле, вот эти две матрицы. Они наводят на мысль, что, ну, значит, если мы построим группу СУ-2 на, значит, элементах 1 и 3, то у нас будут такие генераторы. Ну, или на элементах 2 и 3, да? Вот. А вот эта матрица, она новая в том смысле, что, ну, она не сводится к сигмой матрице. Она, видно, да, что ее след равен нулю. Вот. И вот тут у нас, на самом деле, есть матрица сигма-3, которая 1-1, да? Вот. И она тоже диагональная. И вот это две диагональные матрицы, которые там будут кому-то делать. Вот о них я тут говорю. Хорошо. Значит, идем дальше. В фундаментальном представлении для генераторов разложения. Значит, это что было? Ладно, это все генераторы. Значит, что такое разложение? Коммутатор генераторов я написал, антикоммутатор. Это... Д, В, С, Т, С. Вот это структурный констант F, это, соответственно, константы D. D полностью симметричны. Вот. Если вы помните группу SU2, там сигма и сигма-жи, это просто дельта и жи, да? С каким-то коэффициентом. Вот этого там нет. Это новая константа структурная, которая определяет нам оператор Казимира. Значит, операторы Казимира. Первый оператор Казимира, он ТАТА, да? Такой же, как в группе SU2. С2. Значит, второй оператор Казимира, С3. С3. Это... СДФС. 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 Вот. Ты можешь помнить оператор Казимира? Значит, оператор Казимира – это некая комбинация генераторов, которые коммутируют со всеми генераторами. То есть вы берете вот такой оператор и коммутируете со всеми вот этими матрицами. Тут сумма по ВА, тут сумма по АВС. Вот. И убеждаетесь, что они коммутируют. Вот на семинаре вы этим и займетесь. Да? В смысле первого нету. Это имеется в виду квадратичный, кубичный. Вот. Понятно, что один как бы генератор не может совсем коммутировать иначе табелевую группу. Вот. Зачем нужны операторы Казимира? Значит, если матрица коммутирует со всеми матрицами неприводимого представления, она пропорционально единичная. Помните такую теорему? Это означает, что на неприводимых представлениях операторы Казимира имеют определенное значение. То есть это единичная матрица на число. Вот. И вот этими числами неприводимые представления можно нумеровать. То есть, если у нас группа СУ2, то есть оператор вот этот С2, это полный спин квадратовый, да? Соответственно, мы неприводимые представления... Неприводимые представления имеют у нас разные значения полного спина, да? Вот. А здесь у нас два оператора Казимира, соответственно, неприводимые представления в группе СУ3 будут характеризоваться двумя числами. Вот. Будут характеризоваться двумя числами. То есть в группе СУ2 это одно число, полный момент. В группе СУ3 это два числа. Их можно выбирать по-разному. Но, соответственно... Я уже говорил, что это вот такие вот ПСИ, И1, ИП, G1, GQ, где... Вот эти индексы все полностью симметричны. То есть я могу написать... Я их обозначил... так... И1, ИП, G1, GQ. То есть это полностью симметризованный тензор, да? И ПСИ, И1, ИП, И1, G2, GQ равен нулю. То есть любые свертки равны нулю. Вот. То есть дальше встает вопрос, какова размерность неприводимых представлений. Нам нужно просто сосчитать число тензоров, которые может быть, обладающих вот такими свойствами. Это некая задача на положение разноцветных шариков в коробочке комбинаторная. Вот. Вы ее решите на семинаре. Я вам напишу ответ, что размерность неприводимых представлений с двумя индексами P и Q, соответственно, да? Это... Вот такая размерность. Если для группы SU2 у нас были возможны все размерности, да? Ну, то есть момент мог быть каким угодно. То здесь у нас размерности не все есть. Вот, скажем, D01. Это что? Ну, или D10. Что? Ну, что? Замечательно. Тройка. Значит, и тут тройка. Вот. Что такое тройка? Это нетрудно видеть, что это, собственно, фундаментальное представление. Я его уже стерну. То есть это спинор, состоящий из трех компонентов, да? Фундаментальное представление. Вот оно. Значит, обозначается 3, а если у нас... То есть это вот такие. ПСИ и ИТ, да? Их всего три. Эти, соответственно, ПСИ-житы их тоже три. Ну, оно антифундаментальное. Что? Для SU3. Это для SU3, да. Значит, для SU3. Еще раз. А ПСИ как? Или это? ПСИ? Ну, это столбец. ПСИ-1, ПСИ-2, ПСИ-3. Красный, желтый, зеленый будет, если мы говорим о цветовой группе. Вот. То есть представление просто столбец из трех чисел. Нет, ну, это базис представления. А матрицы, на него которые действуют... Что это матрица представления? Ну, базис вот, да. Базисный тензор, на который они действуют. То есть размерность... Я размерности считаю. Размерность, в этом смысле, матрица, она однозначно определяется по размерности тензора, на который он действует. Вот. То есть это, значит, фундаментальное, это антифундаментальное представление. Дальше. D1, 1. Сколько? 8. Замечательно. 8, 8, 8, это вот это представление, представление на алгебре. То есть у нас базисными тензорами являются вот эти генераторы. Это называется присоединенное представление. То есть, это фундаментальное представление, это антифундаментальное, это присоединенное. Вот, еще у нас появится представление с размерностью 10 и 6, и больше не появится. Это первые неприводимые представления. Остальные нам будут не нужны. Так. Вот, давайте займемся немножко соотношением полноты. 12 чудес. Значит, соотношение полноты говорит нам о том, что в фундаментальном представлении любая матрица, вот гамма-ежитая, она может быть разложена. Дельта-ежитая, плюс ДА-ежитая. По генераторам единичной матрицы, да? Вот. Любая такая матрица, в данном случае, 3-натрия. Вот. Если мы возьмем матрицу гамма вида, дельта, ЖК, дельта и L, скажем. То есть, что это за матрица? Это матрица, у которой на катом и льтом месте стоит единичка, остальные все нули, да? Вот. То... В смысле? Так, ну давайте вот так. Тогда я вот здесь. Вот так, да? Хорошо. Значит, вот здесь у нас на катом и льтом месте стоит единичка, все остальные нули. Как мы ее будем раскладывать? Если мы возьмем след от обеих частей, то есть, что такое след? Если мы помножим на дельта ЖИ, то вот здесь у нас будет с одной стороны дельта КЛКС. С другой стороны, вот эти все матрицы бесследовая, да, у нас получится А на... Ну, на Н, вообще говоря, да? Вот. Ну или на 3, если группа СУ3. Если мы помножим на ТДЖИ, вот это выражение возьмем след, у нас получится с этой стороны. ТДЖИ, значит, что? ТДЖИ, соответственно, вместо И я напишу... Значит, я на ЖИ помножил, вместо ЖИ я напишу L, ну, тут К. Тут у меня будет БА. А тут у меня будет след ТАТД. Да? След ТАТД, значит, на что? Ну, чему равен след ТАТД? Я вам только что писал. Дмитрий СУ3, что это ТАТД и еще РИС. Одна вторая. Дельта АД на БА. То есть это одна вторая БД. Вот, подставив это обратно, что я получу? Что БД – это Т-матрица, то есть у меня будет произведение двух Т-матриц с открытым индексом, выражается через дельта-символ. Да? Вот. Это выражение называется соотношение полноты. Вот я его выпишу. ТАТД. 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 Вот такое равенство соотношения полноты. Это, собственно, основное равенство, которое позволяет упрощать все выражения, в которых содержится генератор. Хорошо. С помощью него, если мы будем считать оператора Казимира для, скажем, фундаментального представления, то мы получим, что С2 в фундаментальном представлении. Это упражнение подставили, сосчитали следы. Вот на семинаре можно сделать. Соответственно, АС. Что? Да. Мы так захотели. То есть я раскладываю любую матрицу. Любую матрицу я могу представить, как вот где-то единичка стоит на какое-то число. Ну и сумма. Вот. Поэтому если я для такой разложу, для любого разложу. Вот. Ну вот, собственно, я это такое разложил, а потом представил ответ в том виде, в котором мне нужен, чтобы выразить генераторы через просто дельта-символ. Вот. Это тождество Фирца, если хотите, для матрицы Т. Помните тождество Фирца? Вот. Тождество Фирца, они там две гамма-матрицы выражаются через что-то еще, да. Ну вот две матрицы в гамма, если хотите, с открытыми индексами, они выражаются через другие матрицы. Вот. Хорошо. Значит, ну а оператор С3, он там не так важен нам для начала, но в конце может понадобиться. Я ответ напишу. Фундаментальный. Это вот такая вещь. Значит, на 4n квадрат. Вот. Соответственно, С3, он тоже так же пишется, С3ф на дельта. Вот эти вот числа получаются с помощью соотношения полноты и тех выражений для следов, которые я вам написал. Вот на семинаре вы этим займетесь. Хорошо. 12-й, да? 13-й. 13-й. Присоединенное представление. Присоединенное представление. Вот размерность, собственно, мы его уже нашли. Это матрицы n2-1, n2-1. Значит, у нас генераторов вот этих Та как раз n2-1. Соответственно, мы можем сказать, что давайте на них построим представление. То есть будем рассматривать такие вещи. Вот некая матрица F, которая равна F'а Та. Где Та – это наши генераторы. В фундаментальном представлении. То есть с одной стороны это на самом деле матрица, да? Ижи. Вот. С другой стороны я могу представлять это как значит, вот такой вот столбец F1 F2-1 где это у меня в базе Си Та, да? То есть матрицы, которые действуют при соединенном представлении это матрицы вот в этом пространстве. 8 на 8 для Су3. Они действуют вот на такие столбцы. Но, так как мы знаем, как наши матрицы действуют на индексы и ежи, да? Мы знаем. То тогда мы можем отсюда вывести, как наши элементы, ну, какие будут матрицы вот в этом пространстве. Как они будут действовать на вот такие столбцы. Вот. Действуют они как? Значит, действовать мы будем так. То есть мы должны подействовать на генераторы, а это будет принимать коэффициент. Вот. Если мы на генераторы действуем, вот я так напишу, напишу, UB, A, T, B. Значит, когда я на них подействую, вот эти матрицы мы будем искать, да? Я получу снова некие матрицы Т, как-то разложенные. Но я знаю, как у меня матрицы действуют на индексы. На индексы они у меня действуют вот так. Значит, T, A, U, минус 1, U. Вот так. То есть это мы можем действовать на вот эти индексы, мы можем действовать на эти. Чтобы понять, как мы действуем на индексы присоединенного представления, мы должны подействовать на эти, посмотреть, что будет. Андрей, на них можно? Да. Я понимаю. Все-таки ты можешь пояснить, что такое U, B, A, и почему оно превратилось в U, и U, минус 1? Значит, смотри. Забудем про это. Вот у нас есть некий объект с двумя индексами. То, что он T, а не важно. Вот я тут где-то писал, у него индекс есть, и Жиль. Да, я буду на них действовать вот так. Соответственно, штрих это равно T, A, U, U, минус 1. Ну, или U, крест я писал, да? Вот. Это некий новый объект. Я его снова перераскладываю по базису из T, A, с какими-то коэффициентами. Эти коэффициенты я хочу найти. Ну, как хотите. Я взял свой элемент абстрактный, если хотите, да? Произвел над ним преобразование из группы, да? Разложил снова, ну, элемент из базиса, да? Разложил по этому же базису. При нем появились коэффициенты. Понятно? Это разные вещи, потому что это одно и то же преобразование. Но у вот этих U есть индексы и Ж, маленькие, да? Вот эти и Ж меняются от 1 до N, ну, или до 3 в группе SU3. Вот у этого U. Я точнее, U без индексов и U с индексами B, A. Это просто разные объекты, но для удобства ты их обозначил 1, A, D, A. Да. А у удобства важно. Привыкните. Нет, здесь полно будет таких удобств, так что надо привыкать. Сейчас, секунду, я вот допишу все это, и вам будет понятно. Значит, еще раз. Я взял элемент базиса, да, базисный вектор, матрицу в данном случае, преобразовал ее с помощью моего преобразования с групп. У нее два индекса и Ж, так? У меня две матрицы. Вот. У меня получился, ну, некий объект, который я разложил по старому базису. Вот это коэффициенты разложения. У этих коэффициентов, понятно дело, два индекса. Один индекс, это тот индекс, ну, при каком базисном векторе он стоит, а второй индекс, это тот, который раскладывали. В итоге у меня получается матрица. Вот. Вот эта матрица называется матрица при соединенном представлении. Как ее найти? Найти ее... Ну, вот давайте помножим это на T, D с этой стороны, да, и возьмем след. Если мы так сделаем, тут у меня получится UBA. Тут будет след TB, TD. Это 1, 2 дельта BD. Мы только что писали. Да? Здесь у меня будет след UTA минус 1 TD. Вот. Соответственно, вместо D я могу написать, что там, B, да, и получить формулу, что UBA, это два следа, UTA U-1 TB, да? Да, вот такая форма. Так выражаются, соответственно, матрицы в присоединенном представлении через матрицы фундаментальные. очень хорошо. Это матрицы, да? Это матрицы U, то есть элементы группы. Эти матрицы, соответственно, мы тоже можем представить, как UBA, это E в степени E, T, это C. T, вот я пишу большие буквы, это генераторы в присоединенном представлении. Вот. Это все матрица с индексами BA. Вот. Как значит понять, что это за матрица T? Так, если есть вопрос, спрашивайте. Давайте еще раз обновим логику. Да. С чего мы начали и к чему пришли? То есть UBA это матрица 3 на 3, но UBA это матрица 8 на 8. Нет, я выявляю, что сама по себе U, да? Это матрица 3 на 3, и более она уражается через T, так? Да. в индексах BA вот или нет, или индекс BA это все-таки вот. В каком есть это 3 на 3, а в каком это уже 8 на 8 вот как-то. Когда вы пишете индексы EG это 3 на 3, когда вы пишете индексы BA у него есть 2 два разных индекса. Когда мы говорим про индексы BA это 8 на 8 объекты да? А когда EG то 3 на 3. В этом уеду 1 сон элемент группы это преобразование, да? Мы можем это преобразование записать в любом представлении. В частности, если мы его запишем в представлении фундаментальном, это будет вот та самая матрица 3 на 3. Фундаментальное представление действует на вектора размером из 3 этих самых. Я могу его написать в другом представлении, в котором BA состоит из 8 элементов. Вот из этих генераторов TA. В этом представлении моя матрица оба представления, то есть преобразование одно, а матрица разная. Да. Именно так. Значит, теперь, как найти вот эти большие матрицы T, то есть генераторы присоединенного представления. Значит, я напомню точность в Якобе A, B, C, B, C, B, C, A, соответственно, C, A, B. Это равно нулю. у нас равно нулю. Также я напомню, что у нас T, A, T, B это и F, A, B, C, T, C по определению структурных константов. И что я вижу? Я вижу, что T, B, T, C, если я заменю через F, это будет F, B, C, D, T, D. Так. Дальше у меня будет стоять T, A, T, D. Это у меня будет F, A, D что-нибудь там, я не знаю. E, C, C, C будет путаться G, да? Вот. Здесь у меня ну и будет 2, I там стоять, да? Я их все сокращу, оно мне везде будет стоять. Вот. Дальше. Здесь у меня будет F, C, D, C, A, D C, A, D на F, B, D, G. Здесь у меня будет стоять F, A, B, D на F, C, D, G равно нулю. Дальше. Вот эти структурные константы F имеют как раз три индекса, да? Они имеют собственно индекс, мы их можем рассматривать как матрицы. Вот эти индексы, они как раз пробегают значение от 1 до N квадрат минус 1, да? Поэтому мы можем сказать, что вот скажем индекс B F, A, B, C мы можем сказать, что это T, B, A, C вот такая матрица, да? C, I. Вот. Сейчас, чтобы знак правильно написать. А вот не туда написал. Вот так. определим вот эти большие матрицы таким образом. Тогда, чтобы это было представление, нам нужно доказать на них вот такое выражение. То есть, что их коммутатор как раз дается нам структурной константы на само T. Вот отсюда это на самом деле он и написан. так посмотреть. Вот. Если так посмотреть, значит, вот хочется нам A, B, C, скажем, вот вместо D. Вот я D и C тут поменяю. Ну, или даже не буду менять. Вот вот это F, A, B, D я оставлю, перенесу в эту часть. У меня получится F, A, B, D. A, B, D. F, C, D, G я представлю как I на T C, D, G. Скажем так, C, D, G. C, D, G. Вот. Тут мне нужно F, A, B, C, T, C. F, A, B, D, T, D. Видите? Я такую структуру организовал C, G. Теперь из вот этих двух мне нужно организовать коммутатор. Соответственно это я вот этот кусочек перенес сюда. Да? И вот написал равно. Понимаете? Теперь вот эти два я здесь напишу. соответственно выразив их через T-матриц. Вот индексы у меня C и G. C и G. Вот G у меня в конце уже есть. Да? У меня остается C. Вот я могу их вот так поменять. и у меня получится вот тут у меня G. Значит тут у меня D. Вот тут у меня A. Так. Нехорошо. Я их поменяю. Вот тут вот наставлю A. Вот тут подставлю D. Вот. А тут у меня B, C, D. я B и C поменяю. У меня получится C, B, D. Вот. Хорошо. Вот. Плюс значит у меня F это я минусы дважды должен сюда помножить. Это у меня будет один знак минус. Значит это у меня будет знак минус. И тут я дважды менял индекс. Да. Левая часть три индекса сверху, правая часть два индекса снизу. Это не важно. Это я ну здесь эти индексы ну не важно куда писать я их пишу для удобства как хочу. Вот здесь я те же самые манипуляции проделаю у меня получится соответственно что вот G у меня последний индекс значит B у меня средний индекс D у меня первый индекс значит C у меня первый индекс C AD AD вот ну тут вот это этот коммутатор вот таким образом у меня на матрице T большое справедливо коммутационное соотношение то есть это генераторы но только в другом представлении вот и они образуют базис присоединенного представления хорошо так у нас осталось 20 минут да хорошо вопрос полчаса полчаса нет нет я сказал что я сейчас введу вам всю математику и мы дальше будем не будем на нее отвлекаться а будем так сказать заниматься КХД не будет сложных вычислений будет все понятно так так идем дальше наверно это был не лучший подход да не знаю я экспериментирую значит группа до сутри что такое группа су-3 это некая с точки зрения геометрии многообразие на нем интегрировать надо вот то есть что такой группы скажем начнем так компактное многообразие что непонятно сейчас будет понятно ну грубо говоря какая-то там сфера гиперболоид неважно можно так но нам про максимальные атласы я не буду про атласов говорить это правильно да то есть это некое множество со всеми возможными системы координат который можем там ввести вот собственно это мы сейчас и обсудим вот давайте на примере весу 2 нам нужно будет су-2 су-3 су-2 это сфера куда это некая трехмерная сфера как это увидеть вот если у нас у элемент группы су-2 то как мы можем параметризовать мы можем параметризовать так же это 1 2 это один со звездой чисто из унитарности до чисто из унитарность вот то есть мне нужно чтобы у крест равнялась у минус 1 соответственно у меня будут забиты если я один вектор определяю как за это один за два некие числа то второй вектор меня строится из ортогональность вот и мне хочется стандартные у нас как было один это есть 1 2 но это стандартная параметризация как для спина да вот если я возьму посчитаю вот такое я получу единицу я получу единицу другой стороны у меня есть действительно часть не моя часть у каждой из них то есть это равно 11 квадрат вот это уравнение сферы видно да но только вот такая трехмерная сфера в четырехмерном пространстве вот но это тем не менее обычная сфера то есть на него есть сферические координаты вот они да собственно и все и на такой сфере можно ввести меру интегрирования как на обычной сфере вот спрашивается что такое с утри какие предложения не угадали это с утра значит вот что такое с утри вот если у нас матрица у лежит из утри вот тут я напишу у 2 это внутри я могу на самом деле написать вот так это некая у 2 единица на матрицу у нее всегда может быть выгляда под группой су 2 да вот то есть мы сразу же понимаем что это будет что-то такое что будет с 3 на что-то там прямое произведение в каждой точке вот этой сферы у меня есть еще одна значит я в каждой точке сфер рисую еще одну многообразие еще одну сферу это значит ответ вот такой вот вот собственно по аналогии абсолютно типа да вот и она не односвязный что важно не односвязано ну да даже то есть вот две матрицы вот значит хорошо как это увидеть значит ну я просто беру под группу так я мог взять здесь и и вот мне неважно я просто выбрал такие координаты в которых она у меня сверху оказался все вот с это матрица почему да 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 с строится так то есть это же тазин как 2 за 3 опять некий вектор по норме единицы точно так же вот его удобно выбирать то же так же чтобы по модуле было равен единице но это должно автоматически следовать визу крест на уровне единиц вот вот и как у нас есть сферические координаты мы можем из них выбрать то есть я напишу 4 4 4 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8 8 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 10 12 13 13 ортогональный этот вектор орд р тета и фи они ортогонально это вам автоматически даст у крест равно у минус 1 когда вы сочетаете это так сказать для для того чтобы было ну понятно как это все устроено и зачем мне это все нужно мне по этой группе надо будет интегрировать то есть если вы помните электродинамику то там есть калибровочная свобода то есть там группа у 1 да помните такое и на самом деле физическими являются у вас есть калибровочная свобода вы можете менять калибровку а физически результат не будет меняться и различные наблюдаемые но вот это мы пройдем наверно следующий раз их можно выражать как интегралы по группе это то что вот когда на решетке делаем вот и соответственно таким образом мы суммируем все возможные там значит калибровочной конфигурации вот поэтому мне нужно уметь интегрировать по группе то еще такой интеграл по группе это интеграл по вот этой вот сфере не больше не меньше ничего такого вот то есть как в обычной сфере вы сфере открыть интегрировать умеете также здесь на вот так где же у нас этих что это 15 да но что вдруг такой мы можем захотеть проинтегрировать ну то есть это что я не функция от преобразования значит функции грина правильный ответ функции грина вот все наблюдаемые собственно но вообще все объекты в теории поля вот в квантовой теории поля от некий функции грина да вот то есть течение что такое то функция грина там нельзя вот сечение 2 в 2 да вот такой да эта функция грина который зависит от там не знаю четырех точек до 3 4 импульсов если в импульсном представлении вот и мы с ней там сделали некие преобразования положили эти импульсы на массу поверхность так и проинтегрировали с неким множеством который дает нам поток вот это наше сечение так но исходно это вот некая функция грин функция грин а как я расскажу следующий раз это его можно представить как интеграл по всем возможным конфигурациям полей то что называется функциональный интеграл вот и среди этих конфигурации полей есть те которые отличаются только калибровкой вот то есть они как бы вот поля которые будут бегать по вот этой группе ну в электродинамике у 1 а тут su3 да они не не будут меняться то есть физически картин меняться не будет ну в принципе мы не фиксируем да ну мы можем фиксировать это это уже как бы как вам больше нравится но даже чтобы фиксировать калибровку что фиксировать калибровку это значит выбрать из вот на этой сфере такой большой одну точку да и сказать что я все считаю при вот этих значениях вот а то что мне будет получаться при всех остальных значениях я должен как-то убрать вот измену функционального интегра но это я буду подробно делать после так что это это все будет сделать вот я наверное это было неправильно вот всю математику в первую лекцию запихать но извините дальше будет проще так это собственно последнее что я расскажу сегодня мера хара то есть эта мера которая будет определена на вот этих вот групповых многообразных значит мера хара мера хара где-то значит как мы хотим определить интеграл по группе интеграл ду вот по су-3 ну или там мы хотим его определить так чтобы он был равен что я имею ввиду то есть я беру любую матрицу в из моей группы да и помножая результат не меняется смысл этого определения такой что я хочу определить интеграл который мне обладает свойственным к обычным играл то есть у меня вот есть интеграл по прямой dx он мне равен интегралу dx плюс я переменную сдвину ничего не изменяется вот здесь у меня групповое помножение на элементы с той же группы вот это первое свойство ну и второе свойство нормировка мы можем как-то нормировать вот собственно и все нам от него нужно вот это вот это некая запись некой меры интегрирования на интеграл по всем параметрам вот там у меня альфа написано то есть это d альфа 1 до альфа 2 до альфа там н ну и на некая мера вот собственно мера который тут стоит это и есть мира хара который обладает этим свойствами вот как ее построить строится она так он давайте вы вы штрих вы штрих у меня то есть то что вот тут вот интеграл по матрице это некий некое такое вот обозначение который я еще раз говорю означает что это интеграл вот в сутре восьмимерный интеграл с какой-то мир вот и так вот если у нас есть три матрицы в и в штрих которые у на вы все они засу 3 то можно вот такой построить элитой называется левый инвариантный тензор в минус первой вот альфа это это вот эти параметры то есть вы у меня в соответственно в штрих а так альфа это их штрих да то есть я матрицу параметризую вот этим параметром вот такой вот элитой я построю значит чем он еще для него хорошо для него хорошо следующее что если я в вот так вот сделаю это равенство вот смотрите у у него свои параметры это константная матрица от альфа это их не зависит поэтому я могу сюда вынести здесь когда я минус 1 раскрою у меня будет в минус 1 минус 1 на ум сократиться ничего не будет да все травятся другой стороны это и в штрих д в штрих по д альфа и т или соответственно и вот то есть вот эта элита через штрих ованы выражается вот таким вот очень хорошо после чего я могу построить электрический тензор на значит моих ну на моей вот этой вот на этом многообразии который строится так 20 до ну 2 это некая условность вот если я подставлю меня получится ну я могу вспомнить что у меня группа унитарно что значит в минус 1 на в этой единице производная 0 соответственно в минус 1 д в это в это д в минус 1 на в это но это мне упростить жизнь не получится два следа вот так вот мой метрический тензор интеграл свой интеграл соответственно его определитель как обычно определяется интеграл игра корень из g до д д альфа 1 альфа н вот так обычно определяется интеграл соответственно определитель это что вернее лучше определить вот же штрих 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 а к это что это я значит ну вот этих должен посмотреть да понятно что значит у меня что будет это мне будет же g и g g и g на d альфа y по d альфа штрих k d альфа g по d альфа штрих k ну если я определитель напишу g это g d альфа по d альфа штрих квадрате вот соответственно вот такая моя мера обычным образом определенная да получится если я буду делать замену переменных корень g штрих значит же мне наоборот получилось да неважно значит вот вот тут я должен написать альфа 1 штрих штрих если я перехожу от альфа к альфа штрих это у меня будет и кабин который мне будет построен на альфах так вот ну соответственно а джек же штрих когда я перехожу так у меня тут наоборот у меня будет до альфа штрих на дайв и корень они сократились вот и того вот такая мера это и есть у нас я хочу меру для которой дэву равно да увы ты говорю вот я построю вот такой интеграл альфа это параметры так вот делаю замену значит ну то есть фактически помножаю луна вы всем остальным она удовлетворяет как надо там она не сингулярно нигде не бойцы но у нас все-таки не математика да это мера обладает всеми хорошими свойствами какие нужны вам будут будущем сейчас мы закончим скоро ну все как всегда вот так понятно что вот этим свойствам на благо значит удовлетворяет это я вот с этой стороны специально сделать мы строим да мы строим меру который ему удовлетворять и это причем мы сделали вот что вот помножение на у с этой стороны да мне ничего не стоит вот но называться будет правый вариантный тензор с другой стороны это помножить еще до есть и матрицы мы говорим вот давайте построим на матрица изгуб который но тут на матрицы из нашей группы некий объект да и из этого объекта соорудим метрический тензор так который там будет да а дальше по метрическому тензор мы знаем как нам строить меру интегрировать хорошо теперь мы говорим давайте посмотрим что этот объект в рай как он выражается через такой же объект но построенный на элементе из группы которые на который есть у на вы то есть не на нашем в она произвольная у помножено нашего и мы увидим что будет с этим метрическим тензор меняться он будет вот так вот причем меняется как выяснилось точно так же ну то есть обратным образом к тому как меняются сами координаты вот поэтому когда мы корень из жена эти координаты помножим у нас получится что сама мера у нас не изменилось это наша мера да уже выглядит вот так да ну да 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 нам больше ничего не надо тут можно много что там рассказывать и показывать например можно взять направо построить потом доказать что они равны там и так далее вот кто не назовите пошла на слез и не то что свой способ а то что есть какой-то кусочек твои твои объема я постулативно это сделал я не сделал я не сделал вот это да но тут я всегда могу от масштабировать это просто числом до чтобы у меня был единиц вот у меня там записях написано как для группы су-2 и су-3 вот этот корень из же просто выглядит 5 некий синус и глупаль вот хорошо что дальше нам нужны будут вот этим игралом тут просто нужно говорить что вот группа компактный объем там у нее есть да не бесконечно вот давайте вот подумаем чему может быть равен такой интеграл ну я и су-3 пишу нам нужно будет сутри какие будут отлично это некая она же дать его равно а вот используя только то что там написано вот давайте на какое-то произвольное в там и к помножим обе части то у нас получится тут у нас получится интеграл бил у на вы так соответственно каждый да тут у нас будет а на дельта к дельта на вы каждый после чего я вот этим свойством попользуюсь вот тут вы просто руками напишу да и мне получится что тот же самый интеграл ну понятно что вот это этого не равно да поэтому а равно нулю вот замечательно вот такой интеграл чему равен ну мы стекли соображать две возможных комбинации здесь так ну соответственно и жк и и и и и скажи а какие вы еще напишите тензор вот ну давайте также действовать помножим я не знаю на в вот мне хочется чтобы они одинаковы были соответственно я помножу на в ж в крест значит к вот так например что я получу я получу я получу интеграл ду вот тут у меня у увы будет увы и т вот тут я хочу в крест у крест у крест вот у меня получится у крест к и крест м к это соответственно у крест так 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 сейчас секунду это в крест у крест это у в крест это у в крест это я правильно написал вот хорошо а с этой стороны что будет будет а вот тут у меня дельта и ж л значит у меня будет в и т дельта к л это у меня будет в крест мл ну понятно что вот этого уже не будет в а вот тут у меня дельта и л дельта и л оно как было так осталось а вот дельта к ж она у меня вот эти перемножила видите да к и ж а это у меня обратная матрица поэтому у меня получится дельта мт дельта мт вот значит а тут чего тут чего значит тут к л было и я значит мл тут мл да ну и опять я пользуюсь вот сюда я могу написать в это у меня будет тот же интеграм поэтому вот это у меня не будет а равно нулю то есть мой интеграм равен вот этим дельта символом с каким-то коэффициентом как найти этот коэффициент то есть интеграм ду у и ж у крест к л равен некой б на дельта и ж дельта и л дельта и л дельта и ж вот чтобы найти я могу свернуть с дельта скажем ли и да тогда вот здесь дельта и л и это у меня будет единиц вот а здесь у меня будет n видите поэтому б равно единиц на и вот так собственно на самом деле это единственный интеграл который мне серьезно уже все остальные так вот вот это основной интеграл который будет использоваться ххд на решетке все вопросы понятно что более сложные вещи считаются не так ну там надо уже что-то писать считать но этот считается просто вот вопрос это такая некая математика которая мне дальше будет нужна в следующий раз строим лагранжан и находим функции грина может быть это не самый лучший выбор вот это все сюда запихать сразу в в в в в Продолжение следует...